Господь позволил нам быть в Доме Его, и это еще раз огромная милость Божья. Сегодня день, когда мы будем вспоминать и участвовать в Вечере Господней. И сегодня также у нас в гостях молодежь Денвера. Мы уже вчера с ними имели общение, и мы очень рады, что они с нами. Поэтому мы будем молиться, чтобы Господь благословил их пребывание здесь. Они сегодня утром будут участвовать тоже в служении, ну а вечером это будет полностью их служение. Поэтому давайте мы сегодня, сейчас попросим благословения, чтобы Господь благословил вот это служение. Давайте преклоним наши головы перед лицом Господним. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что милость Твоя продлилась. И Ты дал нам возможность еще раз в этом году быть в Доме Твоем, вспоминать о Твоих страданиях, участвовать в Твоей вечере. Господь, благодарим Тебя. Мы хотим поклониться и прославить имя Святое Твое за то, что Ты, придя на эту землю, стал человеком, принял образ раба, и Ты умер за наши грехи. Благодарим Тебя за страдания, за смерть Твою, за воскресение. Мы очень благодарны Тебе, Господи, за то, что через Твою жертву мы стали близки Тебе. Ты сделал нас детьми Своими. Ты подарил нам надежду на вечность. Мы благодарны Тебе, Господь, что уже здесь на земле мы можем испытывать то благословение, которое Ты нам даешь. Господи, мы уже здесь на земле можем, имея общение с Тобою, жить небом. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты сделал нас детьми Твоими и братьями, и сестрами друг к другу. Слава Тебе. Господь, благодарим Тебя за нашу церковь. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил сегодняшнее это общение наше, служение пред лицом Твоим. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех, кто сегодня с нами. Мы благодарны Тебе за гостей наших, которых Ты хранил в пути, и они могли приехать. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил их пребывание здесь, наше общение. И мы просим Тебя, Господь, чтобы в этом служении Ты благословил Слово Твое. Братьев, кто будет участвовать в служении, кто будет проповедовать, исполни их Твоим Святым Духом. Слово, которое они будут говорить, что было от Тебя, и наши сердца приготовь, чтобы мы могли принять их и не только слышать, но и исполнять их в своей жизни. Благослови все участие в этом служении. И особо просим Тебя, наши сердца проверь. Господи, мы просим Тебя, чтобы все, что в нашем сердце, в нас, в нашей жизни, неугодное при лицом Твоим, прости нас, Господи. Очисти, освяти и благослови нас достойно участвовать в вечере Твоей. Мы хотим, чтобы Ты благословил и тех, кого нет сегодня с нами, кто вдали, Господи, может быть, кто находится в переживаниях, в трудностях, в скорбях. Мы просим особого благословения и для них. Также, Господь, прошу Тебя, чтобы Ты благословил тех братьев и сестер, друзей наших, кто, может быть, отошел от Тебя, кто еще не примирился с Тобою, тоже коснись их сердец, чтобы они могли принять Тебя и стать детьми Твоими. Мы просим Твоей милости, будь с нами в этом служении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Крови Христа! Сила злобная, живоплотная, Нагоценной крови Христа! Хочешь ли гордость и страсть умереть, Ведь сила крови, крови Христа, Может Христос весь твой грех удалить, Ведь сила в Него крови. Сила злобная, живоплотная, Крови Христа! Сила злобная, живоплотная, Драгоценной крови Христа! Ждать лишь листер, отвереет ли быть, Есть сила крови, крови Христа! Крови Христа! Сила злобная, живоплотная, Крови Христа! Сила злобная, Крови Христа! Сила злобная, Сила злобная, живоплотная, Крови Христа! Сила злобная, Сила злобная, живоплотная, Драгоценной крови Христа! Сила злобная, живоплотная, Кровь Христа! Сила злобная, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок 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 Будет записано в первое послание Коринфянам, глава 11, с 23 стиха и по 26 прочитаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, сказал, «Примите, идите сие с тела мое, за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». «Также и часу после вечерей сказал, сияясь чаша, новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы задать всем вопрос. Какая вообще наша цель – участие в вечере Господней? У нас существует небольшая проблема. Мы способны привыкать. Когда мы привыкаем к чему-то, мы уже не задумываемся об этом. Оно уже у нас становится автоматически. Мы уже машинально делаем что-то. Может быть, кто-то из нас очень много лет уже верующий и приходит уже каждый месяц и уже не задумывается о том, что значит для нас вечеря Господня. Почему Господь ее оставил и какая цель вообще этого? Из этого места мы видим, что здесь преследуются две цели. Во-первых, мы приходим сюда, чтобы вспомнить. Вспомнить страдания Господа. И вторая цель, чтобы сказать окружающему миру о Христе. Итак, почему нам так важно вспоминать страдания Христа? Ничто другое, но именно страдания Христа. Когда Христос был на этой земле, Он делал много чудес и очень много событий произошло, но именно это событие Он сказал нам вспоминать. Вообще, мы видим в Евангелиях две таких заповеди, которые очень символичны. Первая – это крещение, когда мы погружаем в воду людей, этим свидетельствуем о том, что мы заключаем завет с Господом. И вторая, мы видим перед нами, стоят чаши, хлеб лежит. Это очень символичные заповеди. Если что-то с символикой, оно очень важное. Этим Иисус хотел подчеркнуть очень что-то особое. Когда Он говорит «вспоминайте», обычно не вспоминают вещи, которые не важны. Не вспоминают Денвер, который очень маленький и в Пенсильвании находится. Если говоришь «Денвер», значит, мы представляем столицу Колорадо. Когда Иисус говорил «вспоминайте», Он подразумевал что-то важное. И если мы пройдемся по другим местам Священного Писания, мы увидим, почему это так важно вспоминать именно смерть Иисуса Христа. Первое, почему мы должны вспоминать, потому что именно смерть Иисуса Христа нам доказывает. Что она нам доказывает? Она нам доказывает любовь к людям. Откроем 1 Иоанна 3, 16. Не Евангелие от Иоанна, а первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Я хотел бы обратить на первую часть этого стиха. «Любовь познали мы в том, что Он отдал за нас души Свои». Смерть Христа, она доказывает любовь Бога к нам. Ничто другое не доказывает так ярко любовь Божьей, ничто не выражает ее так ясно, как смерть Иисуса Христа. Поэтому нам так важно сегодня прийти и освежить это в памяти. Поэтому нам важно прийти и вспомнить сюда то, что Господь нам заповедует. Еще мы видим в Филиппийцам 2 глава, 8 стих, записаны такие слова. Это еще одна причина, еще одно доказательство. В Филиппийцам 2 глава, 8 стих. «Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти креста». Здесь говорится об Отце. Иисус много говорил, прочитайте Евангелие от Иоанна, если вы давно его не читали. Вся тема Евангелия от Иоанна проходит такой красной линией, то, что «Я и Отец одно, Бог». Иисус Христос говорит, что Он един с Отцом. И здесь, именно на кресте, именно в Его смерти была выражена эта любовь. Было выражено это послушание. Здесь написано, что Он, смирив себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он был послушен Отцу до такой степени, что Он пошел на смерть. Итак, мы должны вспоминать это, потому что это доказывает любовь Бога к нам и послушание Иисуса Отцу. Какие практические уроки мы сегодня можем взять для себя? Иисус не просто говорил, Он доказал это на деле. Его любовь, Его послушание, оно было доказано на деле. Сегодня мы, как христиане, мы должны не просто говорить слова. Мы должны доказать это дело, как это сделал Иисус Христос. Но это с Божьей стороны. Давайте теперь зайдем немного с нашей стороны, со стороны человека. Что? Почему мы должны это вспоминать и что это нам дало лично мне? 2 Коринфянам 5, 21, записаны такие слова. Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвуя за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Именно смерть Иисуса Христа, она освобождает нас от греха. Ничто другое не могло нас освободить от греха. Исайя говорит, что ранами Его мы исцелились. Что другое могло принести нам спасение? Чем другим мы могли исцелиться? Кровь Иисуса Христа, она отмывает нас от всякого греха. Поэтому мы приходим сюда, поэтому мы вспоминаем. Вспоминаем именно смерть Иисуса Христа, ничто другое. Потому что смерть Иисуса Христа это было самое важное. Он стал жертвой за нас. Он умер за меня. Если это мы принимаем в себе лично, наша жизнь, она изменяется. И наши отношения к воспоминаниям страданий Иисуса Христа, она изменяется. Еще одна причина, почему мы должны вспоминать. Потому что давайте откроем Иоанна. Как я уже сказал, я буду читать, зачитывать очень много мест. И поэтому хорошо, если мы следим по Библии. Евангелие от Иоанна, 17 глава. С 3 по 5 стих. В этом месте мы видим, что перед Своими страданиями Иисус Христос говорит. «Отче, прослав меня славою, которая была у Тебя. И ныне прослав меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде создание мира». Именно перед страданиями Иисус говорит эти важные слова. «В Его страдании был выражен пик славы». Когда Иисус Христос страдал, ни в каком чуде Его слава так не была выражена, так высоко была выражена. Именно в страданиях выражается слава Иисуса Христа, выражается Его все величие, вся полнота и вся красота. Когда мы смотрим на страдания, мы видим славу Божию. Когда мы смотрим на страдания Иисуса Христа, ничто другое нам так не показывает Его славу, Его величие. Когда мы страдаем, когда, может быть, мы переживаем какие-то... У нас есть какие-то переживания, ничто не открывает Бога в нашей жизни, так как открывают страдания. Поэтому нам нужно, мы приходим сюда, укрепляемся нашей верой, смотря на страдания Иисуса Христа. Именно в страдании они выражают всю ту полноту Божьей любви к нам. И последнее, что дает нам страдания Иисуса Христа, или почему мы должны это вспоминать, это укрепляет нашу веру в Евреям. В 12 главе записаны такие слова, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешственников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Именно смотря на жертву Иисуса Христа, наша вера укрепляется. Когда-то Авраам смотрел в будущее, смотрел на Иисуса Христа, и его вера укреплялась. Мы сегодня смотрим назад. И наша вера, она укрепляется. Наше терпение, наше упование на Господа, оно укрепляется. Об этом говорит Писание. И поэтому я призываю всех сегодня, чтобы мы по-новому посмотрели на этот праздник, на это воспоминание страдания Иисуса Христа, чтобы мы переосмыслили, зачем мы сюда приходим, что нас сюда влечет, чтобы это для нас не было пустой традицией, но чтобы это было живым словом, живым свидетельством тому, во что мы верим, чтобы мы понимали любовь Христа, чтобы мы благодарили за нее, чтобы мы на деле эту любовь доказывали, чтобы мы поменяли свое отношение к той ситуации, которая у нас возникла, если мы переживаем какие-то страдания или переживания, чтобы мы помнили, что только смерть Христа, она дает нам спасение, что только через ранами Иисуса Христа мы имеем прощение, грехов и исцеление. И также, чтобы мы пошли в нашу жизнь, и чтобы наша вера, она укрепилась, чтобы наше упование на Господа стало еще больше, еще сильнее. Пусть Бог благословит нас в этом. И последнее, это уже отдельная тема, но мы читаем, что, как мы прочитали в оригинальном тексте 1 Коринфянам, что мы возвещаем, через то, что мы участвуем в этой заповеди, мы возвещаем окружающему миру о том, что смерть Иисуса Христа – это не фантазия. Это не просто событие, которое произошло 2000 лет назад. Это наша жизнь. Это жизнь моя и твоя. Пусть Бог благословит нас в этом. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Наш Отец, мы благодарны Тебе за Твои страдания, за то, что Ты послал Иисуса Христа, Сына Твоего, который пришел в мир и пострадал. Господи, помоги, чтобы заповедь, которую Ты оставил нам, чтобы она не была просто традицией для нас, чтобы мы по-новому посмотрели на нее, посмотрели на Твою любовь и благодарили Тебя за это. Наш Господь, слава Тебе за все, за то, что Ты нам даешь. Благослови нас и на это служение. Пусть Тебе будет за все слава наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благослови нас и на это... Так ларь, небеем, мы ларим в дубе святом твой. Вера, Христос, вокруг себя с любовью на полочень, Верно, небеем, мы ларим в дубе святом твой. 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 Братья и сестры, сегодня у нас будет два материальных служения. Первое служение на нужды нашей церкви. Второе материальное служение мы уже объявляли в прошлое воскресенье в поддержку семье Бобровниковых. Мы знаем, что мы проводили в последний путь мужа и кормильца этой семьи. На прошлой неделе брата нашего Геннадия. Поэтому мы обычно всегда участвуем. И я хотел бы сказать, чтобы мы сегодня тоже откликнулись особо, потому что это отец и кормилица этой семьи. Поэтому у нас будет участие в материальном служении. Господь милосердный, церковь твоя прицелит при тобою. Мы благодарны тебе, что ты привел нас сегодня в дом твой, поклониться тебе. И мы радуемся приезду гостей, имея общение друг с другом и с тобою, Господи. Мы радуемся тому, что ты сегодня привел нас вспомнить твои страдания, твою смерть. Господи, там на горе Голгофе. Господи, и ты сегодня сказал нам уже через слово, дай, чтобы каждый раз оно по-новому для нас звучало, чтобы мы по-новому подходили к этому событию, чтобы мы не привыкли к этому по обычаю приходить и вспоминать. Господи, благослови каждое сердце. Господь, благослови материальные сборы, которые сегодня народ твой принес пожертвования для тебя, Господи. Благослови, располож каждое сердце, чтобы мы жертвовали с радостью для тебя, зная, что и в этом деле твоем мы будем участниками, Господи. Благослови и семью Бобровниковых, Господи. Ты пошли им твое утешение в жизни. И благослови, Господи. Прибудь с нами и благослови весь ход служения от Его, Отец и Дух Святой. Аминь. Благослови, Господи. Благослови, Господи. Благослови, Господи. Благослови, Господи. С неба отвергаю в этой жизни вкусы, С радостью шагаю от сердца в Иисуса. За Христом пойду я, о мой искупитель, И от земли дула, верный лист святитель, С неба отвергаю в этой жизни, Я слегусь, рай нам нужен, Аминь, от сына Иисуса. За Христом пойду я, о мой искупитель, Прекрасно, мать кубоку шуе, Улагаю жаски, благодатью Божьей, Каждый день тряплюсь, Он и тихо может, Аминь, от сына Иисуса. Аминь, от сына Иисуса. Пожалуйста, сейчас участие гостей, стих, пение, И потом еще стихотворение, И после этого у нас будет общее пение. Не стой в стороне, равнодушно, как зритель, Разве можешь ты таким холодным быть? Когда здесь, на кресте, умирает Спаситель, Ты готов об этом позабыть? Нет, не кричи с толпой бездумно фразы, И осуждать на смерть не торопись. О, неужели не взглянул ни разу в глаза тому, Чью отнимаешь жизнь? О, неужели сердце не щемило, Когда вбивал ты в руку ржавый гвоздь? Или все равно тебе и вправду было, Когда ты об одежде бросил кость? А может быть, ты сердца не имеешь, Кули Иисусу уксус подаешь, Или в душе ты обо всем жалеешь, С холма спускаясь в грудь себя бьешь? Или устрашился ты землетрясения И камни, что расселись по местам, Не понимая этого явления и тьмы, Скустившись от окрана там? Не убегай, останься на мгновенье, Постой ты в тишине у ног Христа, И посмотри на Матери Смиренье, Склоненную Голгофского Христа. Не убегай, ты убежать не сможешь, И руки от крови омыть свои, Ты не забудешь фразы «то, Сын Божий» И все, что видели глаза твои. Твой грех и мой там боль Христу доставил, За нас Спаситель, мучая, страдал, Чтоб человек тропу греха оставил, Чтобы любовь и на конец узнал. Там, на Голгофе, куплено спасение, Ценою пролитой Христом крови, Чтоб каждый человек во всей вселенной Согреться мог в лучах его любви. Давай же подойдем к Христу в смирении, В слезах склонившись пред Иисусом в прах, Чтобы за все грехи просить прощения, Чтоб вместе с Ним быть в светлых небесах. Аминь. Спаситель, с любовью стучится Твой дом, При двери сердца открой. Мир счастья и радость придут за Крестом, Право открыть за Тобой. Дом, как Христос ожидал при двери, Сегодня служится он, Пусть его в сердце прогонит от стран, И поздноится любовь. И если ты сделаешь шаг, как Христу, Нежно он руку проскреп, Прогонит печаль удалит темноту, С ними вздушився гигнет. Дом, как Христос ожидал при двери, Сегодня случится он, Пусть его в сердце прогонит от стран, И воцарится любовь. Дом, как Христос ожидал при двери, Дом, как Христос ожидал при двери, Сегодня случится он, Пусть его в сердце прогонит от стран, И воцарится любовь. Он пил до дна земных страданий чашу, Судьбу свою Христос знал наперед, За род людской, за жизнь мою и вашу, Отцовский долг его зовет на смерть. И он идет уверенно и смело, Земная жизнь проходит уж, Хоть сердце в нем томилось и болело, Он был послушен небесному Отцу. Скорбело сердце участию томимо, Людей, кричащих нагло так, Распни! Но он любил, Любил непогрешимо, Моля отца, прости их, не вмени. Колковский крест Немало не смущала Такая сердец Жестоких палачей, Здесь тьма свои дела уже свершала, И не смущал их взор святых очей. Последний миг он жил, Дышал, томился, Последний раз взглянул он низ креста, И, предав дух, Безжизненно склонился. На грудь упала голова Христа, И спив до дна земных страданий чашу, Он крестный с путь спасения совершил. На крест вознес он беззакония наши, И кровь свою за нас пролил. Аминь. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 пророчеств, которые очень точно говорят, как должен был он родиться, где он должен был родиться, которые описывают его жизнь, которые рассказывают нам о том, как он должен был умереть и как он должен был воскреснуть. Я хотел бы, чтобы сегодня мы обратились к одной очень интересной истории, которая записана в книге «Бытие» в 22 главе, и мы будем читать с 1 по 14 стихи. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседал, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения». Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам место, имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Это одна из самых загадочных историй в Священном Писании. И читая вот эту историю, мы можем найти для себя многочисленные и важные уроки. Какие это уроки? Здесь мы видим прекрасный пример веры Авраама. Здесь мы видим прекрасный пример веры сына его Исаака. Здесь мы видим урок того, каким образом человек, познавший волю Божию в каком-то деле, должен совершать это дело. Но я думаю, что основная идея этой истории безусловно заключается в том, что за две тысячи лет до Голгофской смерти Сына Божьего Иисуса Христа Бог через послушание Авраама указал на совершенную жертву, которая будет принесена Святой Троицей там на кресте Голгофы во искупление грехов рода человеческого. И сегодня в день, когда мы будем вспоминать вот Голгофскую смерть нашего Иисуса Христа, я хотел бы предложить, чтобы мы могли перенестись туда на четыре тысячи лет назад пройти вместе с Авраамом вот этот вот путь, когда он шел, чтобы принести в жертву своего единородного сына Исаака, взять для себя некоторые уроки из этой истории и хотя бы отчасти почувствовать и пережить то, что почувствовал и пережил Авраам за вот эти вот три дня. И первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, это то описание, которое Бог дает Исааку, сыну Авраама. Мы прочитали, и было после стих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Кем являлся Исаак для Авраама? Если мы просмотрим жизнь Авраама и рождение Исаака, то мы сможем сказать с уверенностью, сказать, что Исаак был самой большой драгоценностью для Авраама. К тому времени, когда происходило вот это событие, о котором мы читали, Аврааму было приблизительно 115 лет. Практически вся его жизнь, она уже прошла и осталась позади. Для Авраама Исаак был исполнением Божьего обетования. Для Авраама он являлся единственной связующей нитью, через которую должен был продолжиться род Авраама. Он был тем, через кого впоследствии Бог обещал дать Мессию, Спасителю, роду человеческому. И, безусловно, дороже, чем Исаак, у Авраама никого и ничего не было. И вот Бог обращается к нему и дает повеление пойти и принести его в жертву. И прежде чем Господь называет имя Исаака, Он говорит о нем три вещи. Сын твой, единственный твой, которого ты любишь. Ведь Господь мог просто сказать, Авраам, пойди туда-то и туда-то и принеси Исаака в жертву. Почему прежде чем назвать имя Исаака, Он говорит о нем вот все это? Я представляю себе это следующим образом. Скорее всего, когда Бог начал говорить к Аврааму, между ними завязался диалог. И вот Господь, обращая свое слово к патриарху Аврааму, говорит, «Возьми сына твоего». Я представляю себе, как в этот момент дрогнуло сердце Авраама и наверняка он обратил к Господу вопрос. «Господи, какого сына? Ведь у меня их два». Второе, что говорит Авраам, Господь Аврааму, единственного твоего. И действительно, Исаак, он был единственным сыном Авраама, сыном обетования. Второй его сын, Измаил, он был рожден по плоти и от желания человеческого. Он не имел ничего общего с обетованной линией Мессии. Но Авраам мог задать следующий вопрос. «Господи, каждый мой сын, он единственный в своем роде». И на это Господь сказал, которого ты любишь. Авраам любил Исаака особой любовью. И Бог, безусловно, знал об этом, и Он указывает на этот фактор. И только после этого Господь называет имя Исаака. Дорогие братья и сестры, уже здесь, глядя вот на те отношения, которые были между Авраамом и Исааком, мы можем увидеть те взаимоотношения, которые царят во Святой Троице между Отцом, Сыном и Святым Духом. И то, насколько драгоценной была жертва Иисуса Христа в глазах Бога Отца и Святого Духа. Одно из слов, которое свидетельствует о Боге, оно говорит следующее. «Бог есть любовь». И когда мы читаем эти слова, то чаще всего мы относим, что Бог есть любовь по отношению к нам, людям. И это действительно так. Но ведь был момент, когда еще не была сотворена земля. Был момент, когда не было ничего из того, что наполняет сегодня землю. Был момент, когда еще не было сотворенного духовного мира ангелов. Возникает вопрос, был ли и в тот момент Бог Богом любви? Можно ли к тому времени отнести вот это слово «Бог есть любовь»? Безусловно, да. До сотворения мира Бог не был вечно скучающим, совершенно одиноким существом во Вселенной. Нет, нет, ни в коем случае. Он не был тем, кому просто некого было любить. До сотворения мира Бог пребывал в совершенном блаженстве, И Его вечная любовь была сконцентрирована в тех взаимоотношениях, которые царили во Святой Троице между Отцом, Сыном и Святым Духом. И сегодня та любовь, на которую способны мы люди, это является лишь жалким отражением той любви, которая царила в Боге от вечности. Некто выразил это следующими очень интересными словами. «Богу нет нужды завидовать людям, способным на полноценную любовь к равным себе и себе подобным. Ибо безграничная любовь между равноценными лицами Троицы приносит Богу блаженство большее, чем любовь к сотворенному им миру и всем живым созданиям в нем». Дорогие друзья, только понимая вот этот фактор, мы можем понять, насколько была драгоценной жертва Господа нашего Иисуса Христа. Вы можете себе представить, когда Всеблагой, Вечно Сущий Бог, Который есть любовь, Он видел, как одну из лиц Троицы Святой грешное человечество распинает на кресте Голгофи. Те страдания, которые пережил Бог, Отец и Святой Дух в этот момент, их невозможно передать. Было нарушено вот то вечное блаженство, в котором пребывал Бог через то, что Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа, люди распинали. Давайте мы вернемся к истории Авраама. После того, как Господь называет имя Исаака, мы читаем о нем следующие слова. «И пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Библия многократно повествует нам истории, в которых описывается, как родители посвящали своих детей Господу. В случае с Авраамом было нечто совершенно другое. Он не просто должен был посвятить своего Сына Богу, он должен был принести его в жертву. Он должен был буквально убить его. И нужно сказать, что человеческие жертвы в древнем мире были весьма распространены. И в том месте, где жил Авраам, многие люди приносили своих детей в жертву своим богам. Позже, спустя 500 лет, когда Бог выводил израильский народ из рабства египетского и вел его в землю обитованную, Он, обращаясь к евреям, многократно говорит, чтобы они ни в коем случае не делали таких вещей. Я прочитаю только один текст из книги «Второзаконие», 12 глава, с 29 по 31 стихи. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, что гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Мы прочитали, Господь гнушается этого. Многократно в Пятикнижии мы можем видеть, что Бог говорит, что человеческие жертвоприношения являются мерзостью для Него. Но в истории, которую мы прочитали с Авраамом, Бог дает прямое повеление, чтобы тот пошел и принес своего сына в жертву на горе моря. Мы прочитали, что когда Бог давал это повеление Аврааму, он искушал его или испытывал. То есть для Авраама это повеление было серьезным испытанием его веры. И апостол Павел, говоря о чувствах, которые испытывал Авраам в тот момент, записал следующие слова в послании к евреям в 11 главе с 17 по 19 стихи. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Дорогие друзья, на тот момент, когда Бог дает повеление Аврааму принести Исаака в жертву, Авраам уже имел обетование о том, что именно через Исаака произойдет великий народ. И со своей стороны Авраам думал, что после того, как он принесет сына своего в жертву, Бог силен и из пепла восстановить его и воскресить его. Как люди, я думаю, что мы можем понять то, что переживал Авраам в тот момент. Но вопрос, который возникает перед нами, каким образом Бог, который говорит, что в его глазах человеческие жертвоприношения являются мерзостью, мог дать это повеление Аврааму? Дорогие друзья, ответ мы находим в прочитанных словах из послания к евреям. Мы прочитали, что вот то, что происходило с Авраамом в тот момент, было в предзнаменовании чего-то очень важного, что должно произойти в будущем. Как-то в нашем городе проходил такой диспут, на котором присутствовали верующие люди, наши братья, и было очень много неверующих людей. Это было где-то в конце 80-х годов, и люди старшего поколения хорошо помнят, что на нашей бывшей родине по отношению к баптистским церквам могли говорить все, что угодно. Правда? И вот одна из страшилок, которые пугали людей, чтобы они не ходили в церковь, была следующая. Люди говорили, баптисты приносят в жертву своих детей. Слышали, наверное, да? Неоднократно слышали такие слова. И вот на этом диспуте задавались многие вопросы, и вдруг встает один человек из зала и говорит, «Да вы же, баптисты, в жертву приносите своих детей». И вот брат, который участвовал в этом диспуте, он встал и задал всем присутствующим вопрос. «Вы знаете хоть один факт, когда баптисты приносили в жертву своих детей? Могли бы вы сейчас назвать такой факт?» В зале воцарилось молчание, и вдруг поднимается православный священник, который тоже там был, и он говорит, «Я знаю такой факт, когда отец принес в жертву своего ребенка». Все сконцентрировано смотрели на него, и вот этот православный священник говорит, «Бог-отец отдал в жертву своего сына во искупление наших грехов». Дорогие друзья, Бог-отец отдал в жертву своего сына во искупление наших грехов. И то, что происходило с Авраамом, это было в предзнаменовании вот этого грядущего события и великой голговской жертвы. У нас сегодня не так много времени, и я просто хотел бы провести некоторые параллели вот из этой истории того, что происходило с Авраамом и Исааком, и как это исполнилось в жизни и смерти нашего Господа Иисуса Христа. Мы видим, Авраам из любви к Богу согласился принести в жертву своего единственного сына. В Новом Завете мы читаем следующее слово Иоанна 3,16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие друзья, Бог не просто отдал сына, он отдал его на страшную голговскую смерть, и он предвозвестил об этом в тех событиях, которые произошли с Авраама. Давайте пойдем дальше. Авраам и Исаак, оставив рабов со слом, восходят на гору одни для жертвоприношения. Читающие Евангелие хорошо знают, что после ареста Христа никто из его учеников не остался рядом. Все разбежались, и Господь наш Иисус Христос при поддержке Бога Отца от двора первосвященнического до горы Голгофы должен был пройти совершенно один. Сам Исаак, а никто другой несет дрова для всесожжения, на которых он должен был принестись в жертву. Мы видим, что Сын Божий Иисус Христос избитый, поруганный, обессиленный, но на Него возлагают крест, на котором Он должен быть распят. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 17 стихе мы читаем, «И неся крест свой, Он вышел на место, называемое лобное, по-еврейски, Голгофа». Исаак, он не противился тому, чтобы его отец принес его на заклание. На тот момент Исаак уже был молодым человеком, а Авраам был глубоким старцем. Если бы Исаак воспротивился, я думаю, что Авраам ничего не смог бы сделать, но Он не воспротивился этому. Он дал, чтобы Отец связал его и положил на этот жертвенник. Как это было в жизни Иисуса Христа. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 6 по 8 стихи. Он, Сын Божий, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Это самоуничижение нашего Господа. Если бы Он не восхотел идти сюда на землю, Он бы не пришел, но Он оставил свой лазурный чертог. Он родился в Ифлиемской пещере. Он прошел этот земной путь и был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. Жертвую своего сына Авраам хотел, как недостаточные, восполнить и запечатлеть все прежние жертвы Тельцов и Овнов. Крестную жертвой Иисуса Христа Бог запечатлел все жертвы, которые совершались в Ветхом Завете. И Он совершил последнюю, совершенную жертву в лице своего сына Иисуса Христа. И никакая другая жертва сегодня уже не принимается. Жертва Исаака низвела обильные благословения на всех потомков Авраама. Та жертва, которую совершил Иисус Христос, она низводит обильные благословения на всех, кто эту жертву принимает. Итак, мы очень коротко просмотрели вот эту историю, в которой Авраам приносит в жертву сына своего Исаака. И два момента, на которые сегодня мы обратили внимание. Жертва Исаака, она показывает, насколько дорогой была жертва Иисуса Христа в глазах Святой Троицы. И с другой стороны, история Авраама, она предвозвестила те события и ту совершенную жертву, которую должен был принести Бог Отец во искупление грехов человеческих. Сейчас мы будем приступать непосредственно к участию в воспоминании страданий нашего Господа. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы сейчас мы могли по-особому сконцентрироваться на том, что мы будем делать. И еще раз, Духом нашим, нашими внутренними очами, давайте мы обратимся туда, в кресте Голгофы, чтобы ничего постороннего не было в наших мыслях, в наших сердцах. Давайте помыслим еще раз о том, что сделал наш Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, во искупление наших грехов и возблагодарим Господа за это. Аминь. Встанем для молитвы. Отец Небесный, мы очень благодарим Тебя за Твою жертву, которую Ты совершил во Иисусе Христе. Мы очень благодарим Тебя, что благодаря жертве этой сегодня мы имеем прощение и доступ в Царствие Твое. Господи, Ты оставил нам эту заповедь, чтобы мы вспоминали Твои страдания и смерть. Иисус, помоги. Помоги, чтобы мы могли побыть сегодня на Голгофе. Помоги, чтобы мы еще раз возвели глаза свои и посмотрели, как дорого мы достались Тебе. Господи, помоги, чтобы мы еще раз проверили и испытали свои сердца. Господи, еще раз прости все, что было неугодно в глазах Твоих. И помоги, чтобы это участие было не в осуждение нам, но во славу Твою и для укрепления нашей духовной жизни. Молитва моя к Тебе во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я зачитаю список братьев, чтобы мы могли пройти и приготовиться. И во время этого мы будем петь общим пением. Братья предложат пение. Шестаковский Иван Владимирович, Шавриков Владимир Ильич, Воронин Николай Асафович, Гайко Бронислав Эрикович, Чернов Павел Вячеславович, Бездетка Михаил Петрович, Бордиан Виорел Герасимович, Назаров Алексей Викторович, Аватюк Иван Гаврилович, Вавилин Николай Павлович, Воронин Виктор Николаевич, Браницкий Василий Абрамович, Галуза Сергей Николаевич, Колпаков Николай Андреевич и Тетюма Анатолий Семенович. Анатолий Семенович, Был от страны, Чи гречи на Ту, Старый Крест Астанин Суе Ту, А Богом Бел Старый Семен, ПЕСНЯ 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 В честь Его обрету я принес. Приступая к этому служению, мы совершим молитву, брат Верил помолится. Мы пред Тобой еще раз пристали, наш дорогой Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты есть тот образ, о котором мы слышали в Ветхом Завете. Ты есть, Господи, Тот, кто принес ту любовь, Господи, в этом мире, кто понес на Себе этот крест, кто был послушен своему Отцу, Господи. Сегодня мы вспоминаем о Тебе. Я благодарен Тебя за моих братьев, служителей, что дал нам, Господи, право и часть быть рабами Твоими, служителями Твоими для Церкви Твоей, для народа Твоего. И просим, чтобы Ты благословил всех нас, Господи, вместе в преломлении Того хлеба. Виспите из этой чаши. Помоги нам быть, Господи, одно с Тобой, одно друг с другом. И прославить Тебя, Бога нашего великого и могущего, любящего, доброго Отца Небесного. Во имя Господа Иисуса просим, молим. Аминь. Аминь. Братья и сестры, давайте мы стоя выслушаем Слово Божие. И я предлагаю, чтобы мы могли сразу и помолиться о хлебе. Мы сегодня много имели возможность услышать о вечере. И думаю, что кто был внимателен, с самого начала служения говорилось о том, что мы сегодня совершаем. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера и сказал сия, чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Я хотел бы еще раз прочитать этот текст, который в самом начале. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И мы точно так же совершим молитву о хлебе, и потом преломим его и разделим между друг другом. «Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за великую жертву, которую Ты совершил в Сыне Твоем. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, придя на эту землю, став человеком, пошел на крест, на Голгофу и умер за наши грехи. Благодарим Тебя, Господь, что Ты тело свое вознес на древо, чтобы в нем мы получили прощение наших грехов. Благодарность Тебе. Господь, благодарим Тебя, что, живя здесь на земле, уже задолго после того, когда Ты совершил эту жертву, мы можем вспоминать о том, что Ты совершил и что Ты сделал для нас. Господь, благодарим Тебя, что в этот день мы можем быть в Доме Твоем и иметь этот хлеб. Мы просим Тебя, благослови этот хлеб, освети его, благослови нас, Господи, разлив между собою, принимая, размышлять о том, что Ты сделал. Господь, мы очень просим Тебя, наши сердца приготовь и благослови участвовать достойно, участвуя, Господи, чтобы мы могли возвещать о Твоей смерти и Твоем воскресении. Благодарность Тебе за это. Благослови наше участие вечером и просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Благодарность Тебя во имя Иисуса Христа. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Мы в Саше выслушаем слово о чаше и совершим молитву, и Константин Леонидович совершит молитву о чаше. С 25 стиха также и чашу после вечери сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Будем молиться о чаше. Отец наш Тебесный, мы еще раз сердечно благодарим Тебя за драгоценную кровь Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что и сегодня Твоя кровь, Господи, сильна омывать и очищать нас от всякого греха. Иисус, мы молим, благослови вино во всех этих сосудах, освети его и соделай его вином вечери. Господи, благослови наше участие в вине и помоги, чтобы было оно не в осуждение нам, но во славу Твою. Ради Иисуса Христа, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Спасибо. Продолжение следует... 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 Пусть все ночи воскятны, Наш Господь и наш Павец. Пусть все ночи воскятны, Наш Господь и наш Павец. Пусть все ночи воскятны, Наш Господь и наш Павец. Пусть все ночи воскятны, Наш Господь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Братья и сестры, все, кто хотел участвовать в вечере и мили эту возможность, никого, братья, не обошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас будет возможность сейчас помолиться всем, и я предложил бы, чтобы, братья и сестры, мы могли в коротких молитвах вас благодарить Бога. Иван Яковлевич, пожалуйста. Дорогие мои братья и сестры, я хочу вам и себе прочитать мой любимый псалом, один из любимых псалмов. Это 102-й псалом Давида. Благослови душа моя Господа, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Мы сейчас будем молиться, скажем своей душе бессмертной, благослови душа моя Господа и не забывай то, что сделал для тебя Христос. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Господь наш, мы сердечно благодарим тебя и славим за этот день, за эти часы воспоминаний сына твоего, Отче Иисуса Христа, который так тяжко страдал, проливал святую драгоценную кровь, умер и воскрес, вознесся на небо и приготовил дом, дом нерукотворенный и вечный. И вместе с Давидом мы хотим сказать тебе, Господи, помоги нам, Дух Святой, не забывать всех благодеяний, которые сделал Иисус Христос для всего мира, особенно для моей бессмертной души, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Бессмертной души, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Бессмертной души, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Когда в церкви есть молодежь, это благословение. Тогда, когда в церкви есть старейшины, это милость Божия, потому что эти старички, милые, хорошие, добрые, еще очень многое могут рассказать, поделиться своей жизнью. И я с радостью хочу этот букет передать сестре Захаровой Наталье Семеновне. Покажите ее, пожалуйста. Есть, да? Захарова Наталья Семенова. Ей завтра исполняется 80 лет. Мы, наверное, одни из первых поздравляем вас и всей семьи. Наталья Семенова, ваша семья очень благодарит, что вы есть. Дети ваши благодарны, что вы по-прежнему, вот так, как раньше делали, так собираете их на семейную молитву. В одной песне есть такие слова, я думаю, что эти слова о вас. Я радуюсь, что ты меня так любишь, что среди ночи помогаешь мне. Я верю, ты меня никогда не позабудешь, а будь со мной всегда, во всем, везде. Еще раз вас с благословением и днем рождения. Мы тоже присоединяемся к поздравлению. Да благословит вас Господь. У нас сегодня есть, как, на кого свалить, что мы задержали служение. У нас гости сегодня, хотя они вроде как ни при чем, но мы просим извинения, братья и сестры, что немножко задержали. Есть несколько объявлений и потом благодарности и нужды. Наше служение подходит к концу. После служения сегодня у нас еще одна будет небольшая распродажа. С нашей церкви один брат и с церкви Благодать, с Германией и, по-моему, еще с Денвера несколько кто-то, братья, едут строить дом молитвы в Бразилию. Это группа, которая от нашей церкви когда-то ездила еще, если кто-то помнит, Вадим Соколов, еще кто-то ездили. Они строили в Сибири дома молитвы. Просто едут и тратят свое время, ну, как миссионерскую поездку, но тратят время на постройку дома молитвы. И они едут в Бразилию, по-моему, в начале октября. И сегодня небольшая распродажа, там будет продуктов, поэтому ваше участие, братья и сестры, это участие в этой поездке тоже. Вечернее служение у нас будет в нашем доме молитвы, и мы предоставляем нашим гостям Денвер. Сразу после служения сейчас вся молодежь наша и гости, пожалуйста, мы приглашаем в наш дом молитвы. Поэтому, братья и сестры, те, кто привозили гостей сюда сегодня утром, пожалуйста, просьба, чтобы вы их могли увезти туда, в наш дом молитвы на 76-ю. У нас будет обед, потом общее общение, и вечером будет служение. На неделе все служения без изменения, в среду будет совет церковный, в субботу будет расширенное братское в 9 утра. Поэтому, пожалуйста, всех братьев, наших членов церкви приглашаем в субботу, в следующую субботу. В 9 утра у нас будет расширенное наше братское общение. Следующее воскресенье будет бракосочетание у нас тут, и будет брак Марина Кружкова и Виктор Маев. Будет бракосочетание. На неделе для молодежи еще раз объявление очень важное. В четверг вместо разбора будет молодежная спевка. Наш хор молодежный поет в пятницу. Поэтому в четверг молодежная спевка, пожалуйста, чтобы все могли быть. Еще несколько объявлений Виктор Павлов передал. В нашем доме молитвы на 76-й в подвальном помещении лежат вещи, забытые в детском лагере. Есть еще у вас, братья и сестры, неделя до следующего воскресенья, чтобы разобрать ваши вещи, кто оставил. Потом их отправят, наверное, на помощь, кому нужно. Все сотрудники лагеря, у кого есть реситы и вы желаете получить деньги, у вас есть срок тоже до конца этого месяца. У нас есть еще справочники, церковные наши справочники остались. Если кто-то хочет дополнительно докупить, пожалуйста, можете за 15 долларов за справочник. В нашем доме молитвы их немного, поэтому, пожалуйста, кто еще желает иметь один экстра, подойдите там, на 76-й после служения. Наверное, все объявления к нашей общей молитве есть благодарности и нужды. Ну, я думаю, что одна из первых благодарностей, что наши гости прилетели благополучно, мы молились. Я помню, как мы переживали. Я думаю, что они тоже переживали за полет. Слава Господу, Господь сохранил, и они могли благополучно прилететь. Благодарность за благополучную поездку на Украину. Семья Китик благодарит. Илья благодарит за внучку, ей исполнилось 5 лет, чтобы Господь благословил. И семья Свинцитских благодарит за папу и мужа отца Александра. Свинцитского ему 50 лет. Пусть Господь тоже благословит, мы тоже присоединяемся к этой благодарности и будем молиться. И нужды к нашей молитве есть. Покаяние родственников просят об исцелении папы. Он упал и повредил ногу. Сестра просит, чтобы Господь послал исцеление. Семья Воронина их просит о том, чтобы мы могли присоединиться к общей молитве у их племянницы Ани Моисеевой. Признали болезнь рак и очень просят, чтобы мы могли молиться и присоединиться к этой молитве. Сестра Аня просит, чтобы мы помолились о сотруднике и его семье. Он уезжает на учебу в другую страну, я так понимаю, и чтобы мы могли помолиться. Он просит нашу церковь о молитве. О покаянии сыновей просит семья, сестра. И сестра еще одна просит о том, чтобы мы помолиться могли об искушении и испытаниях, которые посетили семью, чтобы мы могли помолиться. О духовном состоянии Татьяна Умеренко просит, чтобы мы могли помолиться о ее духовном состоянии, чтобы Господь благословил и поддержал ее. О покаянии сестры Мальвины тоже сестра просит. И о покаянии дочери родители просят. Также пришла записка о том, чтобы мы могли помолиться сейчас, если знаете, идут переговоры Израиля и Палестина. Здесь в Америке, кстати, у нас, поэтому давайте мы тоже об этом будем молиться. И еще одна молитва о том, что 8 сентября у сестры будет сложная операция удаления почки, чтобы мы могли тоже об этой нужде помолиться. Братья и сестры, я в общей молитве сейчас заключительной просто помолюсь об этих нуждах в общем, но в среду у нас на молитвенном служении о каждой нужде братья и сестры молятся особо. Поэтому давайте мы, вставши, совершим молитву благодарности и нужды и закончим наше служение. Господь, благодарим Тебя сердечно, что Ты очень любишь нас. Господи, благодарность Тебе огромная за то, что Ты благословил нас быть на этом служении и иметь участие в вечере Твоей. Благодарим Тебя еще раз за то, что Ты умер за наши грехи, сделал нас детьми своими. Господь, как много совершил Ты для того, чтобы мы могли быть послушны Тебе, мы могли ходить свято и непорочно перед Тобою. Благослови нас. Благодарим Тебя, Господи, за то, что можем всегда приходить к Тебе. Благодарность Тебе, что Ты слышишь наши молитвы, когда мы обращаемся к Тебе. И мы благодарим со всеми, кто написал эти благодарственные записки. Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя, что мы действительно не просто молимся, но уверены, что Ты слышишь молитвы и получаем ответы на них. Слава Тебе! Отец Небесный, мы приносим к Тебе, к ногам Твоим, все эти нужды, которые были заявлены здесь. Ты каждую в совершенстве знаешь. Ты знаешь те переживания за родных и близких, кто вдали от Тебя. Ты знаешь, если кому-то предстоит еще дорога, благослови. Господи, мы просим за тех, кто находится в болезни, кому предстоят операции. Отец Небесный, преклонись, услыши и каждую нужду благослови Твоим ответом. Благослови тем, чтобы каждый, кто нуждается в этом, мог получить этот ответ по Твоей милости и Твоему благоволению. Господь, еще раз поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, что мы имели это общение. Благослови сейчас, когда мы поедем в путях наших храни. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга. Продолжение следует...